переходный возраст так я думаю не вариант сниматься придется встать подальше привет друзья это особенный выпуск программы одно место меня зовут рафшан хаджиев и дело в том что сегодня человек с такими паспортными данными проснулся в самарканде прежде всего в самом начале хочу дать вам совет в первую очередь если вы захотите посетить самарканд вам просто крайне необходимо позаботиться о том где вы остановитесь вы должны забронировать отель еще до того как вообще придумайте ехать в самарканд вчера на ночь глядя я столкнулся с этой проблемой и благодаря лишь упорству опыту и сноровки моего приятеля из самарканда по имени курши джон я ночевал в двухместном номере отеля идеал они в парке на скамье сейчас раннее утро день будет очень насыщенным и богатым на приятные картинки но начнем мы его с завтрака в отеле я не собираюсь плотно наедаться потому что относительно еды у меня свои планы в самарканде но все по порядку а 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 я вернулся в номер пора готовиться к выходу в город и чекауту и тут я столкнулся с очередным препятствием вот она мята и на вешалке тут висит однажды я читал мужской журнал и там был такой полезный лайфхак который учил выживать без утюга в командировке так вот в этой статье было сказано что если вы повесите свою майку футболку либо пола как в моем случае в душевой начнете принимать свои водные горячие процедуры то в результате скопившегося пара морщинки на вашей одежде как бы сами разгладятся вам наверное видно на картинке что так себе советик поэтому наверное я поступлю по старинке одену хорошенечко так вдохнул наврю спину и разглажу пола собой вот это иногда работает я покинул стены гостеприимного отеля идеал хочу начать свою прогулку по самарканду с сиапского базара буду ловить такси и с такси здесь очень интересная история поездка в черте города вам обойдется в 3000 сумм но вы должны быть готовы к тому что будете ехать в компании других пассажиров в этом нет ничего плохого просто это может занять чуть больше времени если вам повезет то вас подбросят по пути если такси следует немного по иному маршруту то вас отвезут в порядке живой очереди вот так здесь интересно все поехали и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Глаза, конечно, разбегаются. Сейчас надо их собрать обратно в кучу и пойти посмотреть, чем прекрасна самаркандская халва. Ряды с халвой чуть выше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я стою у мечети Бибиханам, и когда смотришь наверх, ты понимаешь, насколько человек мелкое создание. Вы просто представьте, когда я смотрю туда, у меня даже голова начинает кружиться. Может быть дело в узорах, ну и масштаб, конечно, поражает. Пойдем вовнутрь. Субтитры создавал DimaTorzok Я иду на выход. Там на площадке можно было заметить несколько электроавтобусов. Они доставят меня до Регистана. Это очень весело. У меня достаточно времени. И я могу себе это позволить. Я готов. А, ну, а. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 2002 году в Узбекистан прибывает российско-белоросская съемочная группа во главе с Виктором Сергеевым, режиссером, который снимал фильм «Гений» с Абдуловым, если вы помните Мне, новоиспеченному выпускнику театрального института, было предложено сыграть очень эпизодическую роль В общей сложности я был в кадре, наверное, не больше минуты Но вся прелесть совпадения была в том, что нужно было играть радиоведущего Повторю, совпадение, потому что в те годы своей жизни я по-настоящему был радиоведущим, работал на радио По задумке и по сценарию съемочной группе был необходим такой прекрасный, солнечный, жаркий восточный город Н Художники картины выбрали Самарканд По понятным причинам мы приехали сюда 25 ноября Но в ночь с 25 на 26 в ноябре в Самарканде выпало столько снега Это была такая метель, что вся съемочная группа была в шоке Пришлось отодвинуть, график нарушился нереальным образом Это жутко всех расстроило, поэтому все съемки были в первую очередь сняты в помещении Я достойно сыграл радиоведущего и должен был направляться в Ташкент, потому что вечером у меня был прямой эфир И если я приехал сюда в Самарканд, если не ошибаюсь, с Сабира Рахимова на такси за 2000 сумов То уехал я отсюда до Ташкента за 12 Чтобы вы понимали масштаб удара по карману Моя месячная зарплата в те дни составляла 30 тысяч сумов Почти половина зарплаты просто улетела для того, чтобы я в гололед, в снегопад, в метель вернулся в Ташкент Зато есть что вспомнить Небо и земля назывался сериал Надо Если получится, найду и вставлю короткий эпизод 13 часов в Самарканде Я и моя вот эта вот выскочка всерьез задумываемся об обеде Наверное, расстрою тех, кто ждет самаркандского плова Честно, он крутой, он заслуживает внимания Просто на своем канале самаркандский плов я уже показывал Вот сейчас выскочит напоминание, не провороньте Есть одна большая причина Просто если я поем плов, я не смогу показать задуманное А я очень серьезно намерен показать вам Рыбную улицу в Самарканде Безумно вкусно все там Поэтому Пошли! Где наши? Лихие Желтые Очень плотный поток на дорогах Самарканда Я почти приехал, но мне надо пройтись еще Потому что таксисту всех остальных нужно было везти в другую сторону И он попросил войти в его положение Я, походу, очень сильно вошел в его положение Линейки нет Но здесь метров сто, наверное Надеюсь, ему не больно Честно, не подумайте, что я издеваюсь Или как-то ради красоты все это задумал Но я еще вхожу в положение таксиста До сих пор Блин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такое весьма вкусное и очень колоритное заведение я хотел показать в своем самаркандском выпуске Рыба потрясающая, свежая и очень вкусная Я обязательно брошу геолокацию, по которой вы с легкостью проложите маршрут до этого заведения в свой телеграм-канал Вообще, в самарканде и в самаркандских заведениях других городов, будь то Ташкент или еще какой-то другой город Нужно не забывать об одном правиле Никогда не заказывайте порциями Потому что есть какое-то другое определение порции в этих заведениях Если бы я сейчас заказал порцию, мне принесли бы килограмм рыбы Поэтому всегда нужно заказывать и говорить, сколько человек сядет за стол Это касается и рыбы, которую я показал, это касается и плова Дело не в том, что вам хотят больше продать и тем более обмануть Ну, просто вот такое измерение Обещаю, что сегодня больше пройду, не проведу У меня несколько часов до поезда Пойду гулять Попрощаемся чуть позже Субтитры подогнал «Симон» Такой по-хорошему жирной получилась точка моего самаркандского выпуска Надеюсь, он был вам интересен Это уникальный город Недаром в него съезжаются туристы со всех точек нашей земли Не буду читать исторических лекций Мучить вас какими-то фактами Надо приехать, посмотреть и попробовать Не забывайте о том, что все самые полезные ссылки, которые могут быть вам интересны, находятся под этим видео Все самые вкусные места я, разумеется, оставляю на своем канале в Телеграм Проведу всего несколько букв Куда бы вы ни зашли, забивайте это слово в поиск Если вы нашли, то вы нашли меня Пока, всего хорошего До новых встреч Вот теперь я перед вокзалом куплю самаркандских лепешек Потому что если бы я купил бы их в самом начале Честно Я бы очень устал Они тяжелые Такие же тяжелые, как и вкусные Говорят, что средний вес самаркандской лепешки Один килограмм триста грамм Вот так вот Пока Субтитры сделал DimaTorzok